ну вот это это новый год это новый год и просто не работает связь стёпочка 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 уже здесь мы продолжаем да кстати и тебя и меня да просто так все на каком моменте мы остановились на самом интересном месте так обычно да меня прям это выбило так нет уже давай давай мы начнем 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 да про этих про пограничников точно вот пограничники и ты такой говоришь типа я вот это сниматься в киев и они такие а чё-чё-чё за фильм такой я заберу твою семью проходи просто даже не досматривали у меня было только лайтово знаешь когда когда я переходила в границу в час ночи что ли 1 чтобы понимали что такое граница это ты видишь это квест это да это отдельная жизнь потому что сначала российских всех таможенков проходишь на машинах чтобы вы понимали до 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 русской границы границу пешком а потом украинской границы до брянска не почему мы проезжаем все это брянска и доезжаем до границы до границы на границе там переход на таможню а потом надо идти километра два и два полтора километра один километр серой зоны 20 ты мало шел просто пешком а рядом стоят просто дальнобойщики дальнобойщики и лес и чего ничего нет и самое интересное переходила границы час ночи и это было страшно ни света ничего сейчас машину заберет все ну по сути там одна дорога либо туда граница либо туда границы все это понятно прикинь стоят дальнобойщики идет девчонка оп так в свою машину и все да и все вот так вот артисты ездят на съемочках да это было очень ну но это как приключение так же это как шла как как кино и путешествие это все занимает ну типа от москвы до границы 6 часов типа это быстро доехать потом ты границу переходишь от 40 минут до 4 часов 40 минут это прям ты прошел вот нигде не останавливаешься без очередей вот а потом еще едешь едешь да больше внутри 4 до украинской границы до киева да и это выматывает скажи мне хотел бы ты второй сезон или нет тоже я честно хотел бы это прикольно ну посмотрите как там дальше будут развиваться наши события различные это типа как друзья друзей 10 сезонов камон почему бы но это ситком это немножко другое у нас не ситком у нас поэтому довольно вполне но типа я услышал тебя пока ты начинала что ты боишься что второй сезон может получиться хуже я отчасти согласен а я отчасти с этим согласен поэтому сценарная работа там должна быть филигранная еще когда просто что-то невероятное придумать совсем другое и но будем надеяться честно опять же еще раз повторяю вопрос мы не знаем будет ли второй сезон или не от нас не зависит от нас не зависит да зависит только от сценаристов от продюсеров и так далее поэтому такие вот дела мы не скажи мне как вот сегодня у меня должен был быть эфир с женей осьевой как тебе с ней работалось это прекрасно у нас все классные как бы мы с ней познакомились когда а вы же первый раз познакомились из-за меня в этом короче дело в чем было я собирала все старалась всех собрать танцевать меня попросить куда-то пойти танцевать клуб невозможно а он приходил и мы танцевали помнишь я не хожу по ночным клубам вот я тоже не хожу по ночным клубам вообще но в киеве в этот период а в эти выходные когда у тебя команда когда ты любишь людей очень хотел всех сплотить честно скажу и поэтому я такая всех выцепляла всех выцепляла что-то как-то и мы собирались все но в клубе молодость я писала сразу ребятам когда я писал собраться куда-нибудь ты вообще игнорила почему игнор хотелось писать вот такая девчонка ну что зато когда мы не квадратные не знаю что я квадратная ничего не могу сделать к сожалению вот в общем и стёпа познакомился я помню эту встречу когда осиповы женя которая играла тетю риту собственно вопросы кто такая же наша женя наша тетя рита прекрасная прекрасная же не очень у нас не будет и теперь все будет хорошо я помню этот момент когда именно тогда все понятно а это это было очень классно даже она очень активная очень такая классная и знаете это такой позитивный человек такой открытый такой позитивный что вы смотрите ее на экранах когда она играла тетю риту очень роль сложная сложная и такая конечно прям отрицательный отрицательный и очень многие такие вот там стирицы да такая роль как она с ней справилась гениально гениально справилась с ней просто у меня даже не слов и при этом она такая солнечная такая радостная такая жизнеутверждающая это было классно и вот тогда они познакомились в первый раз а я смотрел на эти реакции я и аню и ксюша ну вот так и часто бывает что на площадке зовут врат уже по именам персонажей они да да и многие в группе даже не знают ну знают что я ксюша все и ничего не сделаешь ты не будешь говорить слушай я саша там хотя хотя хочется конечно не говорили сашей но мне когда она тебе говорит тебе очень подходит имя ксюша я думаю хорошо тебе действительно подходит имя ксюша ну отлично ну и саша не надо мне тут слушай ты просто ко мне привык валера пойми я валера ты моцарт знаешь я тут недавно была я недавно тут была консерватории и ну ты видел я историю все написали ты пришла на концерт моцарту ты пришла на концерт моцарту я не настолько круто играю на фоно чтобы давать концерт ребят только для себя для того чтобы себе аккомпанировать а мне предлагают поменять имя они не не менять имя я не буду александра это я люблю это имя честно скажу я многие имена люблю поэтому но свое оно мне подходит по душе также вот например с волосами когда мне спрашивают когда будешь отращивать или нет знаете когда меня постригли а это было под проект отель феникс я поняла что у меня сошлось все внутри и внешне и это было прекрасно поэтому сейчас я не то что даже не хочу менять у меня они растут когда у меня нет проектов но я думаю не будет проект и мне все равно придется держать себя в такой форме как минимум до середины января мне придется держать себя в такой форме потому что у меня есть еще съемочные дни которые уже утверждены правильно ну да слушай тут очень громко спрашивают было ли сложно снимать сцены с поцелуями ты уже отвечала на этот вопрос я уже отвечала что это работа это несложно это работа для меня был первый поцелуй который был в принципе первый поцелуй в жизни а в плане не в жизни а в кино там самое главное если так все совпало вдруг не стукнуто зубами главное чтобы был на самом деле любой партнер партнером да но мы с андрюшей у нас было уже на третьей смене поцелуй наш наш был с андрюшей поэтому у меня часто бывает такое что на первую вообще да это все вы муж жена вы вот уже там год в браке вы целуетесь кстати был очень интересный вопрос очень был интересный вопрос ко мне но и к тебе у меня он же будет читала ли я 50 оттенков серого теперь у меня к тебе вопрос я не отвечу ты читала 50 оттенков серого нет нет не читал я не знаю почему меня это спрашивают постоянно неужели у нас такие сцены с андрюшей похоже на 50 оттенков серого я не знаю но я читала все многие знают что я люблю книги я читаю книги да 50 оттенков серого я читала у меня нормальная литература определенного жанра определенного характера я адекватно к этому отношусь в смысле к прочтению и так далее а поэтому а поэтому поэтому да у меня сейчас книги 3-4 которые я читаю но я их уже не читал месяц потому что я учу тексты разные да я даже не помню какие книги я читаю я открою приложение в телефоне и у меня высветится на нужной страничке уже то что я читал я такой а да и сразу вспомни все то что было до этого скажи я просто уже много раз отвечал на этот вопрос если у тебя любимая книга я тоже отвечал на вопрос мне безумно нравится сто лет одиночества я считаю что это да что это вот есть сериал и в моей голове сериалы это для девушек ну не знаю у меня так устроен мозг ну в принципе сериалы это исключительно для девушек потому что вам ну нравится следить за развитием событий вы придумаете сразу альтернативные варианты как это могло быть и я никогда не любил сериалы я всю жизнь смотрел полнометражные фильмы и первый мой сериал был когда вышли все сезоны игры престолов и вот только тогда я начал смотреть сериалы с этого момента и то я люблю мини сериалах типа 1 сезон в 8 серии вот это мой ну типа топ больше ничего смотреть не умею сериально типа друзей я не смотрел 10 сезонов под 20 миллионов серий я тоже не смотрела я знаю кто они я видел отдельные серии только в книге потому что там исключительно какие-то действия плюс еще жанр вот этот мистический реализм ну это чудеса а к антиутопии как относишься ну типа например я не читал сразу говорю то что нужно часто читать в университете я не читал потому что я работал ну типа это нормально это все все хорошо я просто я читал сценарий многие просто почему спросила задала такой вопрос многие а именно молодые люди они любят именно антиутопию там типа я уже по фаренгейту и так далее года четыре хочу прочитать 1984 у меня все руки не доходят ммм просто одна из частей моего подарка это будет как раз эта книга которая была со мной на съемках которая прошла со мной я заберу твою семью вот и не пали не пали контору это наоборот я наоборот ничего пока не скажу но я вот про эту часть я сказала вот только в моменте я скажу что там будет скажи мне легко тебе учить текст или нет уже намного легче чем было раньше да для меня текст учится таким ну как я его учу то есть прочитать просто текст сидя на жопке это очень сложно и выучить потому что его можешь выучить и сидя на жопке ты его воспроизведешь но на следующий день когда ты придешь на площадку и у тебя появятся объекты партнер задача режиссера куда встать как повернуть голову на камеру половина текста вылетит нафиг да а если мы говорим про театр то там еще музыка реквизит тарата громко бежать куда-нибудь и половина текста уйдет поэтому для меня проще всего учить текст ну чтобы я его естественно прочитал выучил перед сном так он как-то лучше запоминается и на следующий день там до съемки до репетиции учить уже в движении зная мизан сцены что делать аппетитировать с партнером чтобы слышать его речь запоминать после каких слов ты вступаешь чтобы это уже так стало подсознательно чтобы об этом не думать и чтобы оно выглядело максимально органично как естественная реакция типа о так вот это ну грубо говоря вот поэтому я люблю учить текст уже ну вот с этими всеми такими огромными пусками всего производства кинотеатрального ну так и есть у меня учится текст хорошо вот в начале в начале проекта у меня так он еще такой типа его нужно приложить в стиле нужно его поучить вот так у меня в начале проекта первые съемочные дни а потом как будто бы ты привыкаешь к героине как она общается как она разговаривает и текст такой оп и ложится и ты уже как будто бы понимаешь как дальше что будет ну как она общается как говорит я например после какой там первой-второй смены понял что вот сценарий там моцарта например если берем этот проект там мой персонаж к персонажу Андрея обращался тысячу способов просто Алексей Алекс Леша Леха Алешка просто каждая реплика была с новым именем а у меня только Агапов и для меня это и для меня это всегда была загвоздка типа зачем и я придумал себе такую тему что у меня есть только три вида обращения например насчет того что ты знакомишься с персонажем типа просто когда мы друзья и там ну дружеская атмосфера я обращаюсь к нему Алекс когда он начинает творить лютую дичь я к нему обращаюсь на вы Алексей типа Алексей да вы заноситесь с таким четким подколом а когда что-то личное этот отец прям ну я ему там помогаю переживаю я говорю Леша ну прям убираем все маски и только да оставляем на ты Леша братское такое отношение да абсолютно вот и я придумал себе такую пристройку хорошо да ну да у меня у героини в принципе было разделение Агапов 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 или там Леша Агапов 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 Я очень любила нашу сцену с тобой когда мы сидели в ресторане ой это моя любимая сценарь ой, что же мой когда мы падали с собой когда я на тебя падала когда я на тебя падала да, когда ты падала с она веселая, да И в ресторане мне тоже нравилось. В ресторане, да. Я помню даже, как мы переезд этот у нас был туда в этот день. А потом у нас еще с Андреем была сцена на улице. Очень-очень холодная сцена. Очень было холодно. Вот честно, я когда смотрела какие-то отрывки из сериала, я понимаю, что мы такие ходим, и все тепло. Вы не представляете, как было холодно. Особенно мне в платьях, особенно, наверное, героиня Юлия, Ани Сердюк, потому что мы постоянно в юбках, в платьях. Дашка тоже мерзла. Чтобы мы понимали, мы снимали с сентября по конец ноября, а время в сценарии одно и то же. И типа, ну в ноябре это уже прохладно в юбочке бегать. Да, в сентябре было очень холодно, потому что что, было очень тяжело. Было очень холодно. Это, кстати, частая проблема. Это частая проблема, что зимой снимаем лето, а лето мы снимаем зиму. Да, но потому что, опять же, потому что у нас в сценарии всего лишь все происходит, грубо говоря, действие за две недели, а мы снимаем это там два с половиной месяца, грубо говоря. Три месяца, да. Да, и поэтому за это время погода-то меняется, а сценарий-то всего лишь на две недели, события-то там на двух недель. Поэтому просто вчера был такой вопрос, и мы не ответим на него. Сейчас ответила. Запоминание мы сейчас ответили. А, был еще один вопрос очень частый. Хочешь ли ты во Львов? Или ты был там? Я там, кстати, успел на один день в свой выходной съездить во Львов. Да, я прям успел. Пойду-ка погуляю. А мне не предложил. Я, кстати, у всех спросил, кто поедет со мной во Львов. Ты меня не спрашивал. Андрей, ну и у тебя, может, смена была. Короче, Андрей сказал, что он будет читать Дюму. Значит, у меня смена была. Вот. И я поехал ночным поездом. Я поехал почему туда? Потому что мой мастер, Роман Григорьевич Миктюк, он из Львова. И он год назад погиб, ну, кстати, умер от коронавируса, от осложнений. И для меня, как бы, это было важно просто туда съездить, посмотреть то, где он жил, начинал творить. И я походил по всем местам, по всем местам, к которым он травил байки, про дерево, как он прыгал. Ну, там очень много всего. Потому что я у него учился, я у него работаю в театре. И я его знал на тот момент уже 9 лет. Ну, то есть, большую часть познать о жизни, по факту. И для меня это было прям... Мне надо было туда съездить. Я такой... Когда всегда въезжаю в новую страну, у меня сразу я так и думаю, куда надо съездить? Кисто. Вот, когда я первый раз приехал в Украину, я такой, Чернобыль. Блин, мне надо в Чернобыль. И я съездил в Чернобыль. Ты съездил? Конечно, год назад ездил в Чернобыль. Мы с Андреем туда пытались... Мы... Туда туры есть. У нас... Мы попали... Получается, у нас же красная зона уже была, по сути, в Киеве. Ну, по QR-кодам, помнишь? Вот эту историю мы попали, как раз на съемках. Я пошла... Ну, сначала звонила, узнавала, как что, говорили. Нет, сейчас нет туров, потому что там тот и тот. Раз в две недели они сейчас из-за коронавируса сделали въезд. Слушай, я год назад, во времена, вот, самая первая пандемия началась, там каждый день ездили. Я заказал приватный тур, нас ехало 4 человека в наш выходной, а там это был понедельник, типа. И мы съездили шикарно просто. У нас был офигенный гипс, который в прошлом Сталкер нам все показал. Прямо мы поднимались... Ну вот, я так не побывала в Чернобыле. туристический набор. Туристический набор, по которому возят всех огромными автобусами. А поскольку у нас была маленькая группка, в день, когда нет никого, мы были везде. Это был топ. Вот, и я прям... Ну, тебе очень повезло. Мы с Андреем так и не попали, мы очень хотели даже взять машину на прокат, и в итоге не взяли, Ну, туда, короче, надо за сутки отправлять свои паспортные данные, потому что туда делают визу. Ну вот, да. Поэтому не получилось. Давай так, про немножко общее. Многие пишут, как бы это нормально. Как ты справляешься со своим выгоранием? И было ли у тебя выгорание? Эмоциональное выгорание. Ну, знаешь, когда, вот, например, работаешь, 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 и чувствуешь опустошение, или не работаешь, и чувствуешь опустошение внутри, что ничего не хочется, что какая-то депрессия. Было, вот, когда начался большой карантин, вот этот самый главный, дурацкий, я первый раз в жизни сидел 9 месяцев без работы, вообще, у меня все закрылось. Ну, типа, все, я никому не нужен, ничего не происходит. И я дико бесился, я что-то там учился, какие курсы проходил, но я начал заниматься английским, там, вот все, что можно было делать, и постепенно-постепенно-постепенно мозг приходил к тому, что, ну, значит, надо все делать другое. Я как бы знал, что не только актером надо заниматься, и я всегда про это говорил, но чем именно, я не всегда представлял. И я так вот думал, что я умею делать, как мне кажется, хорошо. И постепенно-постепенно у меня выкрасилизовались как раз те воркшопы, которые я периодически делаю и даю, которые называют «Я театр», и по работе именно с партнером. И потому что я понял, что это, типа, моя суперсила, ну, как мне кажется. И я, приходя всегда куда-нибудь в новый коллектив, понимаю, что часто люди делают не то и даже не подозревают об этом. И мне хотелось всегда сказать, блин, чувак, блять, не делай так, или делай вот так, пожалуйста. И когда ты с позиции изнутри, как бы на равных, тебя не всегда могут подслушать. А когда у тебя специализированная такая зона, где ты говоришь, что, ребят, здесь я вам дам возможность ну, как-то прокачаться. Может, вы это знаете, может, вы этого не знаете, тем лучше. И получились эти воркшопы, и я безумно рад, что они у меня есть. Я их уже проводил в Москве и Питере, и очень хотелось бы привезти их из Киев. И у меня было много-много разных ребят, которые ходили, и от всех просто различные отзывы. У меня был мой коллега и друг кинепродюсер. Он основной продюсер одного фильма, который был в прокате. Он продюсер, он сидит в офисе, он как бы ну, творческий человек, но он продюсер. Как бы он не актер, он не музыкант. И он после трех, у меня в блокшоп идут три дня, и он подходит после трех дней и говорит, я наконец-то понял, как общаться с артистами. Типа, а мы занимались телесными различными практиками, которые я модернизировал на работу с партнером. То есть, потом, если ты умненький, ты берешь эти инструменты и используешь их везде. Абсолютно везде. В реальной жизни, как общаться просто вот друг с другом, не обязательно на сцене или площадке. И он такой, я понял. Потом девочка была фотограф. Она говорит, я поняла, как работать с моделями. И художница была тоже. Я поняла, как говорить, когда я вижу позу, как править человек, потому что я понимаю, как это работает. Я не понимала. Вот. И музыканты тоже. Потому что есть у исполнителей вокальных, например, такая частая ошибка, что они выходят на сцену. Блин, я падаю. Они выходят на сцену и поют, но если закрыть глаза, то ничего не изменится. Как будто включили трек. То есть он, по факту, на сцене не нужен. Зачем? А задача исполнителя вживую, чтобы без него не было этого выступления. Ну, согласна. Согласна. Конечно. Чтобы они рождали это здесь и сейчас. Это тоже работа со своим телом, пространством и зрителями, как партнером. И они такие, воу, воу, а оказывается, вот так? Вот. И я понял, что я, вот, насчет выгорания, что я вот этим боролся с своим выгоранием, этим ничего не делал, не я, грубо говоря. И как бы сам в своей голове структурировал знания, которые у меня накопились. Понял, что чем-то я пользуюсь всегда, а чем-то не пользуюсь, его нафиг надо убрать, потому что лишний багаж. И как-то постепенно, постепенно, постепенно выработалась вот эта структура. Очень здорово, конечно. Очень. Я бы даже хотела. От тебя мастер-класс. Я, ну, там, это воркшоп, это не мастер-класс. Я не прикладываю. Все равно. Объясню разницу. Давай. Мастер-класса, тренинга и воркшопа. Просто это чуть все разное. Мастер-класс, это когда я прихожу и просто говорю, что делать. Я знаю, делайте вот так. Тренинг, это когда я прихожу, говорю, я знаю, как делать, делайте, вы делайте, я говорю, нет, ты сделал неправильно, ты делаешь еще раз. А воркшопы, это я говорю, ребят, делайте вот так, и ты исследуешь. Нету неправильного. Ты понимаешь свои границы. Это эксперимент всегда. Это исследование. Это просто пространство для того, чтобы в этом направлении развиваться. Слушай, интересно, там я многое рассказал. Я задаю границы, я даю инструменты и просто тебя чуть направляют. Чуть-чуть буквально. Ты дальше сам выбираешь то, что тебе надо конкретно. Это как европейские вузы. Там же нет такого, что ты должен учить все. Ты выбираешь сам тебе юниты, которые тебе нужны. То же самое. Слушай, очень многое. С тобой, оказывается, полезно делать прямые эфиры. Узнаю очень много новых. Я немножко душный и нудный, поэтому... Ну, ничего страшного. У нас люди интеллигентные и интеллектуальные, поэтому, думаю, все все понимают и всем все очень интересно. Хорошо. А вот был еще такой вопрос, с чего начать саморазвитие. И для меня... Для меня... Да, скажу? Как мне? Для меня ключик. Мой личный — это самодисциплины. Потому что мне немножко это тяжело по моей натуре. Мне очень такая. Да. И знаете... У меня самодисциплина лучше — это дедлайны. Типа, завтра надо. Все. Ты такой, сделаю. Сейчас ты будешь. Ну, а у тебя хорошая самодисциплина. Это для меня лучший стимул. Прекрасно. А у меня... У меня... Ну, у меня... Она есть. Естественно, если бы ее не было, наверное, я бы здесь и не сидела. Но иногда я прям могу какую-то впасть в Апачу. Думаю, да, ну... Все. Все. Не хочу. Не буду. Но потом собираюсь, потому что некому меня бы собрать. И начиная в группице, он опять себя собирает, выстраивает. И что-то создаю движение. Вот единственное, да, такое... Так. Да, говори, говори. Ну, вот я скажу. Потому что единственное, мне помогает это самой себе как-то дать вот этот вот пинок. И если нет никакого движения, ну, грубо говоря, да, оно всегда есть, но если нет никакого движения, которое меня устраивает, я начинаю его сама. Как? Как? Ну, движ, жизнь не всегда нужна. Сама его начинаю. И тогда все. Я не могу, например, типа вот когда люди говорят, я вот уеду на отпуск, на две недели буду лежать, ничего не делать. Да. Я свихнусь через сутки. Я быстро поем. посмотрю фильмец. У меня тело отдохнет. Ну, потому что обычно моя работа, ну, и я работаю в таком направлении, что я все время работаю со своим телом. И я устаю. Прям я прихожу домой и устаю. Все, я спать. Я бы вышелся, поел бы вкусно, посмотрел бы какой-нибудь фильмец и все. Что делать? Мне надо что-то делать. Что-то делать, да. Я не могу сидеть и ничего не делать. Это так. Мне надо обязательно что-то делать, поэтому, ну... Поэтому... И вот эти всякие отельные отпуски я не могу воспринимать, а вот поеду сюда нибудь движим заниматься. Ну, вот как раз когда спрашивали, как досуг проводили в Киеве, когда были выходные. Ну, во-первых, мы старались собраться там, ну, с девчонкой, например, потанцевать и так далее, но я ходила на ММА. Я занималась именно ММА, потому что мне это помогало, меня это приводило в кухню. Я тоже походил. И так далее. Я нашла там классного тренера. Кстати, Киев, если кому нужно, пишите. У меня есть классный тренер, его зовут Александр. Это в Киеве находится, еще раз повторяю, ММА. Я ходила на ММА. Это не реклама, просто мой опыт, просто классный тренер. То есть, если я с тобой пойду вечером в подворотни, на нас нападут зигопники, и я за тобой, как за каменной стеной. Ты за мной, даже не как за каменной, как за китайской стеной, понимаешь? Просто. Вообще можешь не сомневаться. Я всегда, когда ходила с кем-нибудь в Киеве или там в Москве с кем-нибудь хожу, там, к нему с собой, беру друга, собственно, да, погулять. Я говорю, не бойся. Я тебя защитю. Защитю? Защитю, как защитю? Вообще защитю от всех. Я защитю. И всегда защитю. Защитю. Чтобы вы понимали соотношение роста. Саша мне примерно вот посюда. Она меня защитит. Защитю. Знаешь как? А я такая, вот так вот, и опа, и нет никого. Все испугаются. Как ветер в поле. Короче, но еще я быстро бегаю, так что, очень быстро бегаю. Я спринтер. Но я не могу перейти в кроссера, как он называется? Стайера. Поэтому нормально. И паркур. Все мое. Паркур? Все, что связано со спортом, все мое. Я думаю, нам могут... Да. Вот сейчас, как раз, пять минут осталось. Да, я понял тебя. По поводу саморазвития. Там был вопрос. Я на него не успел ответить. Ого, точно. Ну, давай. Как саморазвиваться? Как это делать? Самое простое. Надо найти то, чем нравится заниматься. Чтобы это был стимул всегда какой-то. Потому что заставить себя что-то делать реально невозможно. Да. Ну, невозможно. Да. Всегда есть стимул. Если ты ходишь на нелюбимую работу, стимул – большие деньги. Всегда есть стимул. Поэтому, если ты понимаешь, что я хочу что-то такое, ты идешь и начинаешь чему-то учиться. Просыпаться раньше и, наоборот, позже. Еще что-то, еще что-то. Всегда, ну, что-то есть такое, из-за чего. Большая какая-то мечта, которая стоит за всеми этими тысячами шагами. Да. И вот, как раз хотела дополнить. Правильно ты сказал очень точно. Если ничего не идет, если ничего не хочется, возьмите то, что вы действительно любите и то, чем давно не занимались. Например, я в какое-то время, я, конечно, мастера по настольному теннису и я им, ну, сейчас, естественно, не занимаюсь. Но, когда у меня тупик происходит в жизни, а такое бывает, это даже больше эмоционально, это даже больше в голове, действительно, правда. Никогда не думайте, что ваша жизнь остановится. Время идет, и что-то происходит вокруг вас, вы просто этого не видите. Но если вы чувствуете тупик, вот я чувствую тупик, я записываюсь на круглой тренировки по настольному теннису и вспоминаю то, что было когда-то моим самым любимым. или записываюсь на картинг или на мотоцикл на каком-то месте. Ну, такое свидание с собой ты делаешь, да? Да, сама с собой, да. да, я одинокая. Это очень полезно. Нет, ты не подняла меня. Я знаю. Это офигенная, полезная штука себя радовать иногда, потому что я помню... Очень люблю себя радовать. Когда, короче, я просто брал хорсету и катался по Москве один. Просто. Мне было тескайф. Я включал какую-то музыку и катался. Да, музыка, обязательно музыка. Музыка. Или вот поиграть на инструменте на каком-нибудь. Тоже офигенно. Смотря, что вы любите, смотря, чего вы хотите, поэтому и тогда это действительно спасает и начинается движение. Причем, вы сами создаете вокруг себя движение, а потом это движение вас затаскивает, и у вас начинаются новые-новые движения, новые возможности и новое все. А еще важно говорить и миру, и людям вокруг то, что ты хочешь. Например, я очень хотел заняться продюсерской деятельностью. Да. Я просто, блин, я очень хотел. Прям пец хотел. Вот. И я всем об этом говорил очень долго. Прям при случае мне было бы классно это попробовать. Я готов сначала выходить как бы за опыт, но чтобы я что-то делал. и постепенно-постепенно-постепенно эта информация мир накопил ее. И сколько уже получается? Два, полтора года. Я работаю как исполнительный продюсер в креативной лаборатории перформа. Ребятами извернувшись. Да, и мы делаем проекты, мы делаем различные иммерсивные постановки, мы брендовые спектакли. Например, мы летом ездили в Испанию в августе и делали закрытый такой иммерсивный спектакль в замке, где снимали «Игру престолов». Вот. Я там был в плане продюсером и вторым режиссером. то есть, это если что-то хотите, не молчите, прям говорите. Блин, мне было бы интересно, мне было бы интересно. И поначалу я работал там, ну, принеси, подай, помоги. Постепенно я начал получать зарплату и хоп, и мы делаем большие проекты. Молодец. Я тобой, на самом деле, прямо начала гордиться, что я сейчас с тобой сижу, разговариваю. И самое интересное, что именно со Степой у нас, наверное, с тобой, да, первая была переписка о том, что надо сделать прямой эфир. Помнишь это, когда только вышел еще? Да, да, да. Вот, понимаете, и мы только его сейчас случайно сделали, а потом уже это пошло, что да, надо делать прямой эфир и так далее. А так-то мы с тобой первые вот это вот все. Какие? Слушай, я пососкучилась с теми очень сильно. Надо вообще встретиться с теми. Да. Я с тобой встречусь и выйду вот так в прямой эфир, покажу, как мы встретились. Да? Ну что? Да. Спасибо всем огромное за то, что смотрели нас. Спасибо тебе. Степа, спасибо тебе огромное. Вообще спасибо, что у меня репетиция закончилась в этом вечере. А вот так, значит, должно было быть. А значит, так должно было быть. Согласен. И спасибо тебе огромное, что ты такой разносторонний. Ты очень интересный, я это знаю, я это почувствовала еще в первый день. Ты не льстишь. Просто в первый день мне было не до вас, честно скажу. У меня была разрезка на 45 страниц. У тебя там загруженная была. Я такой, привет, я Степа. Ты на меня так послалил. Я такой, о, пока. Мы с тобой не подружимся никогда, подумал я. Все понятно. Это так было. А потом я в актерке вам еще так заткнулись быстро. Мы сейчас читаем. Да, не мешайте, пожалуйста. Читала, 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 читала. А потом я встала и извинилась, потому что, ну, серьезно, ребят, извините меня, вы себя вели так, как котики перед девочками. Господи. Слушай, ну мы приехали. Я знаю, я это все понимаю. Поэтому я вас оставила всех в покое. Поэтому я вас всех оставила в покое. Я с вами почитала и ушла. Из своей же актерки ушла. Мы потом тоже ушли. Нет, мы, по-моему, в гриме вообще сидели. Нет, не в гриме это было. Я помню это. Поверь. Ну, у нас актерка, извини, через стенку. Что там ходить? Это да. Ну, ладно. Я с тобой прощаюсь. Я со всеми прощаюсь. Спасибо вам за ваши комментарии. Спасибо вам за ваши вопросы. Я их все выписываю. Поэтому не думайте, что я не смотрю. Не думайте, что мы не смотрим. Ребят, мы обожаем вас. Очень обожаем. Без вас нас бы не было. Знаете это. Коска, не мы с тобой друг друга дополняем. Спасибо тебе. Я тебя защитил. Своим партнерство. Обнимаю тебя. Обнимаю всех. Пока. Было приятно со всем пообщаться. Всем пока. Пока. Сохрани эфир, кстати. Сохрани, вторую часть. Все, пока-пока.